Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. В принципе, стоит начать уже это обсуждение. Все-таки вы прекрасно знаете, что скоро 8.1.5, и очень много всего интересного в плане контента будет. Так вот, сейчас мы делаем два очень интересных клика. И я думаю, кому-то они понравятся. Ну а кто-то просто оценит это. Уж если кому-то не понравится, третий тип людей, да? Ну, я не знаю тогда, что вам делать просто. Как бы, увы и ах. Что мы за кого будем играть-то, играя за Орду? Надо делать персонажа, собственно, Ордынца. Нужно было давно еще сделать достижения, двойной агент. Нужно было давно еще прокачать персонажа до 120-го, чтобы там какие-то манипуляции интересные с вами делать, да? То есть совместный контент, все такое. А я как-то не особо-то и напрягался насчет этого. А надо бы на самом деле. Вот. Поэтому надо какому-нибудь Ордынчика создать, прокачать его в ближайшее время и сидеть кайфовать. Вот. А вся проблема в том, что я-то думал, сделаю союзную расу какую-нибудь, а я не могу это просто-напросто сделать. У меня есть и достижения. Я могу сделать альянсский союзный рас, я не могу сделать Ордынский союзный рас и на Ревущем Фьорде. В чем проблема? Честно, непонятно на самом деле. Я бы, конечно, мог сделать это все дело на Гордуне и по-любому бы у меня был доступ к союзным расам. Но зачем? Я сделаю на Ревущем Фьорде себе Ордынчика и все будет хорошо, по идее. Так, в чем проблема? Значит, охотника на демонов я сделать не могу, потому что у меня нет персонажа 70-го. Я могу сделать ДК. Мне придется стартовую цепочку с ДК проходить. Я не хочу стартовую цепочку с ДК проходить, с ДК проходить. Как бы зачем? Может, Пандорена? Да, у меня все персонажи из альянса Хуманы, поэтому при таком просторном выборе ордынских персонажей я малость потерялся сейчас. Просто это идея, которая вклинилась мне еще в голову на самом деле в момент того, когда я только узнал, что будут маунтов давать за выполнение военных кампаний, за обе фракции. И реализовать ее надо бы на самом деле, так как это подготовка к 85 и все такое. И что-то вот именно сейчас, конкретно вот ночью, перед тем, как спать, захотелось сделать персонажа ордынчика. Я бы мог Кандеда сделать, он на меня похож. Ну, посмотри на него. Ну, не эта конкретно модель, но все же. Ну, Пандорен не я. Я не знаю. В общем, надо делать персонажа за орду. Ваши желания, предпочтения я учту насчет рас и класса. Но, в ближайшее время контент на стриме, конечно, посвящен игре Devil May Cry, но надо будет в отдельно свободное время сесть и прокачать персонажа за орду. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.